Всем привет! Я Наташа, вы на моем канале. И сегодня у нас такое с вами интересное разговорное видео. Я с вами поделюсь своим опытом, какие ошибки я совершала, когда была начинающей вязальщицей. Может быть, это видео поможет вам их не совершить, или если вы их вдруг совершаете, то это поможет вам их как-то исправить. Если же вы уже вяжете давно, то просто предлагаю посмотреть и послушать мои рассуждения на тему того, какие бывают ошибки у новичков. Но опять же, хочу заметить, что это не какие-то супер правила, которые обязательно нужно соблюдать. Если вы делаете вдруг что-то как-то не так, как я сказала, это не значит, что вы делаете что-то все неправильно, если вас все устраивает. То есть, если вам что-то не нравится и вас что-то не устраивает, это видео может вам помочь. Если вас все устраивает, то, пожалуйста, вяжите, как вяжется. И абсолютно не переживайте по этому поводу, никто не вправе вам диктовать, как вам и что делать. И мы закончили сводной частью. Приятного просмотра. И первую ошибку, которую я могла бы выделить, это невнимание к выбору пряжи. То есть, когда я только начинала вязать, я вязала из стопроцентного акрила, и это было очень грустно. Объясняю почему. Вы только начинаете вязать, и хочется, чтобы вязание приносило вам удовольствие. Вам и так тяжело, вы вообще не понимаете, что происходит. Говорю по себе. Это очень сложно понять, какая нить идет куда, какие-то петли, что-то тут все сложно. А тут еще у тебя в руках пряжа, которая скрипит, и которой не очень комфортно работать. Я знаю, что бывают разные акрилы, но когда ты новичок, тебе сложно выбрать правильную пряжу. Поэтому я бы все-таки советовала выбирать не стопроцентный акрил, а хотя бы смесовки. Выбирайте пряжу, где 50% что-то, 50% акрил. Она будет не такая дорогая, как просто натуральные составы. Вы не потратите очень много денег. Но в работе она будет сильно комфортнее. И еще касательно выбора пряжи, я бы хотела сказать, что смотрите на скрутку. Бывает такая пряжа, которая состоит из ниточек отдельных. Ну, они в основном все состоят из нескольких ниточек отдельных. Но скрутка бывает разная. То есть есть пряжи, которые плохо скручены между собой. И что у нас в итоге получается? Вы зацепляете нить, и у вас зацепляются 2 из 4. А остальные остаются. И ты такой сидишь, тебе каждый раз надо это поправлять. И это очень бесит. А там и так много факторов, которые могут бесить. И мне кажется, что это один из факторов, который может послужить тому, что человек бросит вязать. То есть он такой, блин, оно все скрипит. У меня какая-то нить выбивается. Все петли идут криво-косо. Здесь у меня нить оторвалась. Одна там какая-то ниточка из 4 оторвалась. В итоге это все кончики. Это все некрасиво. И это может послужить тому, что человек просто бросит вязать, не поняв, как же это классно и интересно создавать вещи своими руками при помощи вязания. Второй пункт, который я хотела бы выделить, это не совсем верный выбор проектов. Тоже я с этим сталкивалась. Здесь в этот пункт включается несколько подпунктов. Первое, это какие-то объемные, огромные вещи. Чтобы у нас в организме вырабатывался правильный гормон счастья, нам нужно подкрепление, завершение. То есть, если, например, ты берешь огромный оверсайз свитер и будешь вязать его полгода, и в течение всего этого времени очень велик шанс, что ты все бросишь. Если ты выбираешь какую-нибудь шапочку, или какие-нибудь перчатки, или что-нибудь такое маленькое, ты связал, уже получил результат, смотришь на него, и ты такой, блин, я молодец, все круто. И так вырабатывается вот эта вот привязанность. Я не ученый, но я это так вижу. Опять же, еще раз повторю, это мое мнение просто. Я знаю это по своему опыту, что когда, например, я вяжу какое-то крупное изделие, мне параллельно нужно держать в работе еще какие-то мелкие изделия, чтобы пока я вяжу вот это крупное, у меня что-то параллельно связывалось, и я была довольна, что вот я не просто два месяца мучаю этот свитер на тройке, а что я еще вяжу что-то еще интересное, и что-то у меня получается, что я могу носить или что я могу подарить. И второй подпункт вот этого правила, это то, что мы часто выбираем слишком тонкую пряжу. Это долго. Вот опять же, в прошлом ролике я рассказывала, или пару роликов назад, я рассказывала про то, что я вязала свитер оверсайз огромный на тройке. Пряжа была очень тонкая, спицы были очень маленькие, плюс был неправильно подобран узор, это полупатентная или патентная резинка. Это значит, что когда вы провязываете два ряда, у вас поднимается все вязание только на один ряд, то есть это еще больше в два раза увеличивало скорость работы. Я этот свитер не довязала, я его бросила и перевязала более крупными спицами, просто сложила нить в две. И когда ты новичок, это все еще более сложно, потому что я человек с опытом, я довольно давно вяжу, и все равно это было для меня сложно, такое крупное изделие вязать на таких мелких спицах. А когда ты новичок, у тебя и так куча всяких проблем, что все не получается. Я понимаю, что бывают люди, у которых просто с нуля он вошел, и с первого дня ты вяжешь все там с регланами, с подрезами, с ростками, и все у тебя вообще супер, но так бывает далеко не всегда. И это нормально, что когда ты начинаешь вязать, у тебя все не получается. Я постоянно теряла петли, я когда вязала лицевую гладь, у меня бывало, что у меня идет полностью вот так лицевая гладь, это лицевые петельки, и тут хоп, у меня там три петли изнаночные. Почему? Вопрос хороший, не знаю, вот ну просто вот так. Я шапки такие носила, и нормально, главное, что я все равно на это смотрела, и такая, блин, я сама вот это сделала, какая я молодец. Да, у нее здесь идет вот резинка, и где-то у меня там неправильные, не в нужном месте изнаночные петли вылезли. И что, вы представляете, что я взяла в руки спицы нитки, и ручками своими сделала вот это вот изделие, это же вообще шок. Я считаю, что всеми нами, всеми, кто вяжет или интересуется вязанием, и даже только начинает, мы все огромные молодцы, и нами нужно гордиться, что мы своими руками создаем вот такие вот классные вещи. Третий пункт. Не вязать образцы. Сейчас меня будут закидывать тапки те, кто не вяжет образцы, но я адепт образцов. Да, я признаю, я вяжу их маленькие, но все же, образцы что такое, рассказываю. Это когда вы берете спицы, из которых вы собираетесь вязать изделие, или крючок, из которого вы собираетесь вязать изделие, вяжете, берете ту пряжу, которую вы собираетесь вязать изделие, и вяжете тем узором, который вы собираетесь вязать изделие. Вяжете квадратик хотя бы 10 на 10. Примерно вот так это должно выглядеть. И обязательно стираем, и обязательно сушим, потому что пряжа бывает разная, и она может растягиваться, или наоборот садиться. То есть бывает, что где-то после стирки какая-то пряжа вообще никак не меняется, а какая-то, например, мериносовую шапку ты вяжешь, и ты ее до стирки связал, она у тебя классно сидит. Ты ее постирал, надеваешь, а она на двух тебя. Собственно, у меня было много таких историй. С шапками у меня резинкой почему-то из мериноса отдельная беда была. Я не могла вообще никак понять. У меня подружка попросила связать ей шапку, и я начала ее вязать, и все было нормально. Я не вязала образец, или я связала... А, я его связала, я его не постирала. То есть я связала, такая померила, все нормально, все круто. А у девочки, у подружки, у нее довольно маленький обхват головы, у нее 53 сантиметра. И я вяжу, все нормально, примеряла на своей голове, такая, ну, вроде все нормально. Прям узко на мне сидит, думаю, вообще супер класс. Я довязываю шапку, она тоже была там на спицах 2,5. Ну, то есть это не очень, как бы, мало времени у меня на это ушло. То есть я так потратилась нормально по времени. Это было тоже, опять-таки, начинала вязать тогда. И я ее довязываю, иду стирать, и у меня расплывается какое-то нечто в раковине. Я смотрю, у меня шапка вырастает просто в размерах в несколько раз. И я думаю, а она еще в руках, как будто жидкой становится. Кто стирал меринос, тот понимает, у меня какая-то жижа в руках. Я до этого никогда из мериноса не вязала. И у меня какая-то жижа в руках, и я не понимаю, что вообще произошло. И я положила, сложила эту шапку, вот так вот вытянула, постаралась максимально близко приложить друг к другу узко вот так вот эти вот петельки. Что вы думаете? Она все равно была огромная. То есть я меряю ее на свою голову, и она даже большая на мою голову. Было очень грустно, если честно. И так я перевязывала эту шапку несколько раз. Потом там еще была беда с тем, что я уже психанула и закинула стирать ее в машинку. И все было плохо. Вот пришлось мне покупать за свои деньги еще пряжу и перевязывать. Ну ничего страшного, никто не расстроился. Я приобрела ценный опыт, которым с вами делюсь. Поэтому, пожалуйста, вяжите образцы и обязательно стирайте эти образцы и измеряйте уже только после этого. Потому что если измерить до этого, ты не можешь предсказать, что будет с пряжей. Следующим пунктом я сама до сих пор грешу, из-за чего у меня периодически болят руки. Это касается только вязания крючком. Я говорю про неверное держание в руках крючка. Я сама, я только переучиваюсь его правильно держать. Я где-то слышала до этого, что проблема в том, что когда ты держишь крючок как нож. У меня крючок, кстати, под рукой. Когда ты держишь крючок как нож, у тебя правильные мышцы напрягаются. И у тебя они забиваются вот здесь вот запястье. То есть ты когда держишь вот так и вот так вяжешь, то все нормально. Если ты вяжешь крючком как спицами, то не те мышцы напрягаются. Из-за того, что ты работаешь только одной рукой, не как со спицами. Вот так вот ты делаешь, и у тебя могут забиваться мышцы. То есть когда долго вяжешь, вот это неправильное вязание крючком приводит к тому, что начинают болеть сильно руки. До сих пор я пытаюсь к этому привыкнуть. У меня с трудом получается. Но вот вчера я, например, вязала очень долго, и я уже пытаюсь переключаться. Я пытаюсь 50% вязать вот таким способом. Это, кстати, помогает, руки не сильно болят. Расскажу, почему я не могу переучиться вот с этого. Потому что, как я уже рассказывала до этого, изначально я научилась вязать спицами. И, соответственно, из-за того, что я держу спицы вот так, я беру в руки крючок и такая, ну я буду держать его точно так же. При том, что мы не берем в расчет, что это абсолютно два разных инструмента, которые нужно вязать, нужно держать в руках по-разному. Вот, этим сама грешу, с вами делюсь. Поэтому, если в мастер-классах моих когда-то кто-то видит, что я держу крючок неправильно, простите меня грешную. Ничего не могу с собой поделать. Но делюсь с вами опытом, что крючок лучше держать вот так, чтобы у вас потом не болела вот эта часть руки. Да и вот здесь болит, везде болит, когда неправильно вяжешь крючок. Если у кого-то не болит, пожалуйста, вяжите как вам удобно. Я просто делюсь именно своим опытом. У меня, правда, болят после этого руки. Про крючок поговорили. Сейчас давайте последний пункт. Это уже для таких продолжающих. То есть никто только-только взял инструмент в руки. Это про натяжение нити. Я раньше не следила за натяжением нити. И у меня была супер страшная рядность. Рядность это когда у тебя, особенно с изнаночной стороны это хорошо видно, когда у тебя между вот этими волнами очень разное расстояние бывает. И сразу рассказываю лайфхак. Первое. Это можно просто следить за натяжением нити. Я понимаю, что я сказала такая просто. И ты такой, в смысле это просто? Это не просто. Да. Но просто контролировать себя. То есть я первое время контролировала себя и смотрела, как я вяжу именно изнаночный ряд. Если мы берем в расчет лицевую гладь, это где в лицевом ряду мы вяжем лицевые петли, в изнаночном изнаночные петли. И у меня с лицевыми петлями вообще все супер классно. С изнаночными петлями у меня беда. И они у меня слишком сильно раскрябанные получаются. И я просто контролировала себя. Сейчас я уже привыкла к этому. Я уже изнаночные петли вяжу точно так же, как и лицевые. То есть нужно было смотреть на это и прям контролировать себя, чтобы затягивать, затягивать, затягивать. Из-за того, что у меня именно в изнаночном ряду слишком было раскрябанное вязание. Но рассказываю лайфхак. Может быть многие про него знают, но кому-то может и пригодиться. Я просто брала разные спицы. То есть у меня есть набор от Drops. И вообще на самом деле любой набор это может быть. Съемные спицы, у которых одна леска, на которой ты накручиваешь вот эти вот спицы. И что я делаю? Я на одну спицу, ту, которую вяжу лицевой ряд, я надеваю, например, пятерку. А на спицу, которую я вяжу изнаночные петли, я беру четверку. И тогда мне не надо себя контролировать, мучиться. Я просто вяжу, как вяжу. И за счет того, что вот вторая спица меньше, то петли получаются одинаковыми. И рядность исчезает. Поэтому это очень хороший лайфхак. Он не для всех случаев подходит. Но им можно пользоваться. И причем я слышала, что девчонки бывают чуть ли не на два размера спиц разницу берут. То есть у кого-то совсем раскрябанный изнаночный, например. Или наоборот может быть. И тогда в таком случае ты вяжешь здесь восьмеркой, а здесь шестеркой. И если у тебя в образце все нормально получается, то это вообще никакая не проблема. Какая разница, какими ты спицами вяжешь. Главное, чтобы у тебя результат получался, какой надо. Ну что ж, это все ошибки, о которых я вспомнила. Надеюсь, вам было полезно или интересно смотреть это видео. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях. Расскажите о своих ошибках, которые вы потом замечали и исправляли. Или может быть у вас есть ошибки, которые вы сейчас допускаете. Понимаете, что, наверное, лучше бы так не делать. Но ничего не можете с собой поделать. Это я и крючок. Например. Ну есть, я называю это зоны роста. Вот. У меня есть такая зона роста. Правильно держать крючок. Расскажите, пожалуйста, в комментариях про свои зоны роста. Спасибо большое еще раз. До встречи в новом видео. Всех обняла. Пока-пока.